Физкульт привет, уважаемые! Вы можете тренироваться в любом месте, используя упражнение, где единственной нагрузкой является вес твоего тела. Также большой плюс заключается в том, что тебе не нужно никакое дополнительное снаряжение. Достаточно знать, как правильно делать движения и выполнять их на высокой скорости в течение примерно 30 минут. Это достаточно хорошая нагрузка для твоего тела, поэтому все мышцы быстро придут в тонус. Такую тренировку по праву можно считать быстрее и эффективнее в тенажерном зале, а результаты тебя, конечно же, порадуют. Итак, упражнение. Конечно же, это отжимания. Руки должны находиться на одном уровне с плечами, ноги на ширине плеч. Тело должно быть как прямая линия от пяток до макушки. Шея находиться на одной линии с плечами. Когда опускаешься, держи локти возле тела. Неправильно позволять заду провисать или выпирать, свешивать или поднимать голову, доставать плечами до ушей. Расставьте ноги шире для большей устойчивости. Можно делать отжимания, как описано. Но опускаешься, доставь коленями до пола. Спина и беда должны находиться на одной линии. Упражнение. Доска. Руки должны находиться на одном уровне с плечами и немного шире. Напрягите ягодицы. Тело должно быть как прямая линия от пяток до макушки. Напрягите пресс. Прижмите подбородок. Смотрите в пол. Между или над руками. Неправильно, конечно же, позволять заду провисать или выпирать. Поднимать голову. Делать, когда очень тяжело или не получается. Так. Едем дальше. Конечно же, это мост. Правильно лягте на спину. Поставь ступни на пол, на расстоянии бедр. Носочки смотрят вперед. Колени согнуты. Напряги мышцы живота. Оттолкнись ступнями. Подними бедра. Бывают, конечно, ошибки. Не напрягать мышцы живота. Поднимать бедра слишком высоко. Дальше. Выпад паука. Значит, что нужно сделать. Займите исходную позицию, как перед отжиманием. Поставь ступню правой ноги с внешней стороны правой руки. Ступня должна полностью стоять на полу. Верни ногу в исходную позицию. Повтори для другой стороны. Старайся, чтобы все тело находилось по прямой. Дальше. Доска с касаниями. Значит, займите исходную позицию, как перед упражнением доска. Дотронитесь правой рукой к левому плечу. Верните руку в исходную позицию. Проделайте то же самое для левой руки. Держитесь ровно. И напрягите пресс и ягодицы. Приседания. Правильно. Ноги на уровне плеч и бедер. Носочки смутят в стороны. Держи грудную клетку прямо. Смотри перед собой и немного вверх. Колени должны находиться на одном уровне с пальцами ног. Присядь так глубоко, насколько тебе позволяет гибкость. Приседайте не полностью, а на комфортный для вас уровень. Выпад в сторону. Держи грудную клетку прямо. Распредели вес на обе ноги и бедра. Сделай выпад так низко, насколько позволяет гибкость. Приседание с прыжком. Значит, присядь, чтобы твои бедра находились параллельно полу. Выпрями грудную клетку. Держи руки прямо перед собой, когда приседаешь. Когда подпрыгиваешь, заводи за спину. Подпрыгивай так высоко, как только сможешь. Выдыхай, когда подпрыгиваешь. Вот так. Выпад с прыжком. Держи колени, которые находятся спереди под углом 90 градусов. Сделай выпад назад так низко, насколько позволяет гибкость, не касаясь коленом пола. Торс держи вертикально. Равномерно распредели вес между одной и другой ногой. Вот эти и еще несколько нехитрых упражнений. Вы сможете визуально все это увидеть в нашем сайте Остроумно. А пока у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите еще больше интересного видео на нашем YouTube канале. Всего наилучшего. Услышимся.